Казанский университет встретил коллег из Архангельской области. Чем КФУ будет полезен Арктике. Мы понимаем, что у вас потенциал огромный. Мы сегодня прошлись по вашим институтам, лабораториям. Награждение победителя 22-го студенческого конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Матер?» Наибольшее затруднение вызвали у студентов биографии ученых. Десятилетие ИТИС. Большой концерт и первый юбилей. Благодарна ему за все, за то, кем я являюсь, за то, что он дал все азы, которые мне помогли достичь тех высот в карьере, кем я сейчас являюсь. Всем привет! В эфире Универ-Ньюс. О студии Максим Бахли. 31 марта ректор Казанского университета Ильшат Гафуров с рабочим визитом посетил Москву. В рамках поездки ректор встретился с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Реком Файзулиным, где обсудили вопрос территориального планирования, развитие территорий и повышение активности студентов в вопрос формирования комфортной городской среды. Казанский университет посетили представители Арктического федерального университета. Об итогах визита и перспективах сотрудничества расскажем в следующем сюжете. С утра до лабораторию коллег из Архангельской области встретили Центр цифровых трансформаций и Институт геологии и нефтегазовых технологий. Для представителей Арктического университета провели презентацию научного центра «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» и оборудование, которым располагает Казанский университет. Поразила лабораторная база и те уникальные лабораторные установки исследований, которые как раз позволяют в деталях исследовать все процессы, которые протекают именно в области нефтеотдачи пласта. Мы понимаем, что у вас потенциал огромен. Мы сегодня прошлись по вашим институтам, лабораториям. В частности, нас интересует взаимодействие по конкретному проекту создания высокотехнологичного производства у нас монокристаллических алмазных пластин для квантовой сенсорики. И мы понимаем, что здесь мы можем работать вместе, потому что огромный опыт, который есть у ваших исследователей, это позволяет сделать. На базе Северного университета располагается научный центр мирового уровня «Российская Арктика. Новые материалы, технологии и методы исследования». Его деятельность тесно связана с запуском карбонового полигона Казанским университетом. Это исследование климатических изменений, происходящих из-за выхода метана в арктической зоне. Коллеги из Архангельской области выразили готовность проводить совместные исследования. «Российская Арктика требует квалифицированных специалистов, исследований по новым материалам, по добыче и переработке полезных ископаемых». «Мы уже убедились, что у нас возможны очень интересные совместные проекты в рамках нашего центра, потому что, несмотря на то, что университет Казанский федеральный не в арктической зоне Российской Федерации расположен, но многие направления научные очень тесно связаны с тем, чем занимаемся мы». Руководитель научного центра Северного университета пригласил казанских коллег присоединиться к морской экспедиции для изучения изменений климата и биоразнообразия Арктики. Ариадна Кугушева, Ленардо Влетьяров, Универньюз. Казанский юридический институт МВД России посетил ректора Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Мероприятие состоялось в рамках рабочего визита в институт президента Республики Татарстан Рустам Миниханова. Гости ознакомились со скульптурной композицией, выпускниками КЮИ МВД России, а также возложили цветы к мемориалу славы сотрудников органов внутренних дел, погибших, защищая Родину, закон и правопорядок. В Музее Истории Казанского университета состоялась торжественная церемония награждения победителей 12-го студенческого конкурса «Знаете ли вы историю Альма-Мата?». Все подробности далее. В этом году в конкурсе приняло участие порядка 250 студентов. После трех отборочных этапов, один из которых проходил в режиме онлайн, в финал вышли четыре команды. В формате увлекательных квестов команды показывали свои знания об истории Казанского университета. Наибольшее затруднение вызвали у студентов биографии ученых. Я понимаю, что бывает сложно рассказать про открытия, особенно если ты не математик, а историк. Попробуй-ка расскажи про нефклидовую геометрию. Но рассказать биографию человека, когда он родился, с какой семьей он происходил, мне казалось, это самое интересное, что вообще может быть. То есть нас всегда интересуют другие люди, их жизни. И об этом свидетельствует большой расцвет соцсетей. Как отметила Светлана Фролова, с сентября этого года для студентов раз в неделю один из специалистов будет читать лекции об истории Казанского университета. Например, его медицинском прошлом или о ботанической школе. Однако, несмотря на сложности, участники смогли справиться с заданиями. В конкурсе победила команда «Санкт-Ленинбург». Мы очень переживали, мы стремились, мы вообще не думали. На первом этапе мы ждали просто пройти половину, чтобы дальше. И вот такой результат. Мы держались все это время первыми. И вот мы первые. Как корабль назовешь, так он и поплывет, смеются участники. Название команды оказалось буквально пророческим. Ведь ребята, заняв первое место, выиграли поездку в Санкт-Петербург. Диана Жилинкова, Ленардо Влетьяров, Универ Ньюс. Президент России Владимир Путин объявил 2021 год годом науки и технологий. Цель – привлечь талантливую молодежь в эту сферу, повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития. В рамках осуществления этой программы состоялось мероприятие в нашем университете, о котором мы расскажем в следующем сюжете. В этом году по инициативе студентов Казанского федерального университета впервые проходит конференция First of Science. Направлено на то, чтобы студенты первых и последующих курсов смогли познакомиться с геологией в новом формате и с проектной деятельностью института. Нам в первую очередь стало интересно, кто же выступил с идеей проведения конференции в стиле ТЭД. Эксклюзивной информацией с нами поделилась студентка третьего курса Института геологии и нефтегазовых технологий Александра Халтурина. Инициатором формата ТЭД стали сами студенты, потому что мы вдохновились этой идеей, у нас каждый студент знаком с этим, и нам, в принципе, понравилась эта идея, мы решили это реализовать у нас в институте. В интервью нашему телеканалу старший преподаватель кафедры геофизики и геоинформационных технологий Андрей Терехин рассказал, что в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета на протяжении нескольких лет активно работает система наставничества. Студенты, прошедшие через Олимпиаду научной конференции, становятся наставниками для школьников, потенциальных абитуриентов, которые приходят заниматься в институт. Это повышает компетенции студентов, а для школьников это возможность заниматься проектной деятельностью. Мы хотим этой конференции показать для других студентов путь развития, то есть, что они имеют широкое окно возможностей в проектной деятельности. Дело в том, что это не только работа со школьниками, это и вовлечение студентов в научные проекты, которые могут стать темой их курсовых, а потом и выпускных квалификационных работ, а возможно уже и в продолжении учения в аспирантуре, и в такой серьезной научной деятельности. Проректор по внешним связям Тимирхан Алишев озвучил результаты конкурса на предоставление грантов для развития на базе российских вузов специализированных учебных научных центров СУНЦ в 2021 году. Заявка Казанского федерального университета вошла в число победителей. Вуз получит грант в размере 600 миллионов рублей на трехлетний период. 18 марта Институт информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского университета исполнилось 10 лет. Но свой первый юбилей Институт отметил 31 марта в культурно-спортивном комплексе УНИКС. Подробности с мероприятием узнаете в сюжете нашего корреспондента. На торжественном мероприятии в честь юбилея Института были студенты-преподаватели, выпускники, сотрудники, компании и партнеры. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров выступил с видеопоздравлением. Отдельно хотел бы обратиться к студентам и сказать, я хочу пожелать нашим дорогим студентам Института ИТИС стать не только грамотными ИТИС-специалистами, конкурентными на мировом рынке труда, но еще и талантливыми руководителями и предпринимателями. За 10 лет ИТИС прошел длинный путь и заметно вырос. Когда-то студентов было всего 38, а на сегодня в институте учатся 1100 человек. Мы как основывались, как институт, который готовит практику ориентированных специалистов, так, собственно, мы и продолжаем это движение. У нас со второго курса студенты выбирают курсы по выбору, знакомятся с компаниями-партнерами на летней практике, на практике в течение семестра, на курсы по выбору. То есть все так же мы очень плотно работаем с ИТ-компаниями. Нас поддерживают до сих пор, чему мы очень рады Министерство цифрового развития Республики Торстан, который выделяет гранты на обучение нашим лучшим контрактным студентам. Я могу только сказать, что вот как 10 лет первые прошли, так надо, чтобы следующие 10 только еще лучше. В свой день рождения на торжественный концерт пришел и первый директор института. В тот момент, 10 лет назад, когда мы его задумывали с нашей командой, это такой был шанс задумать, осуществить свою мечту. И, собственно говоря, я воспринимаю это как такое осуществление своей мечты о создании такого идеального факультета, как мы его себе с друзьями, с единомышленниками понимали. На этом все. В студии был Максим Бахарев. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова